Детские сады А. Открыть, спроектировать, построить, открыть, наладить, и затем уже дети должны получать то самое удовольствие вместе со своими родителями, потому что, конечно же, если детский садик работает хорошо, то и в семье все замечательно, да и, собственно говоря, и рабочие показатели у родителей хорошие. Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня с двумя очаровательными дамами, которые у нас в гостях здесь, в студии открытого диалога. Представляю их вам. Елена Михайловна Борисова, заместитель директора Центра развития и образования городского округа Люберцы. И Марина Усмановна Худоярова, директор гимназии номер 24 городского округа Люберцы. Здравствуйте. А вы сами в детском садике-то были, когда маленькие были? Конечно. И довольно-таки очень рано пришли в детский сад. Какие воспоминания? А, то есть родители сразу в детский сад, срочно? Ну, практически так, да, тогда было такое время. Воспоминания яркие, хорошие, потому что детский сад – это довольно-таки такой яркий промежуток детства, когда ребенок только начинает воспринимать все происходящее. Между мамой и социальностью, да? Да, безусловно. Понимает, что скоро не так уж долго остается до школы и начинает проходить все эти ступени образования. Кстати, это тот самый период, когда он хочет в школу. Не совсем. Но чаще, ну, чтобы повзрослеть. Конечно. Только ради этого. Может быть, не всегда учиться. А вы, помните, вы ходили в детский садик? Да, я первый раз пошла в сад, когда мне было 18 лет. Я пошла в роли няни на летний период. Я не ходила в сад ребенком, мне, наверное, повезло, у меня была хорошая семья. То есть вы знаете, как вот не прошли этот этап? Я не прошла этап социализации в саду, я пошла сразу в школу. Но вот первый опыт рабочей профессии я осваивала в саду. Впечатления были потрясающие. Я не могу передать словами, мурашки по коже от того, что вот эти маленькие счастливые глаза на тебя смотрят и говорят, тетенька, покормишь? Тетенька, покормишь? А тетенька говорит, как будешь хорошо себя вести, покормлю. Да, тетенька сама еще девочка, которая вот только-только начинает. Поэтому... Ну, это, конечно же, еще время ответственности определенной, потому что, ну, действительно, вы правы, это когда ребенок еще, ну, такой, ну, настоящий, что ли, да, не обременен, а социализация чистый и так далее. И поэтому мы должны, в том числе и в городском округе Гриберца, создать для него, для детей все условия. Давайте поговорим, Илья Михайловна, какие новости у нас в детсадовском движении? Что новенького-то происходит? Ну, новое, безусловно, это то, что с конца декабря реализуется, да, 2023 года, теперь все дошкольные отделения и детские сады охвачены новым региональным проектом предшкола «Стандарт детского сада». Это позволяет начальному звену школы и уже подготовительным группам детского сада освоить, безусловно, адаптацию к школе и у детей, и у родителей, что немаловажно. И, безусловно, подготовить детей, учителям увидеть подрастающих дошколят, которые придут к ним в школу с 1 сентября, да, безусловно, и педагогам, воспитателям, которые работают, сделать свой вектор развития и образования, нацелить на то, чтобы выстроить единую работу в дошкольном образовании со звеном начальной школы. А что, раньше было каждый, кто как хочет, то есть один детский садик, так, другой детский садик, так? Нет, у нас просто раньше не было привязано... Все равно же инструкции были. Были вводные инструкции, да, но детские сады не были привязаны непосредственно к школе, настолько по законодательству. Была программа, да, но сейчас непосредственно отталкиваемся от того, что учителя начальной школы у нас приходят в детский сад и реализуют тот момент учебный, который необходим для реализации данного процесса проекта. Ну, то есть мы как бы выстраиваем... Ну, сейчас все говорят о том, что возраст молодежи у нас уже там скоро к 40, наверное, приблизится. Поэтому выстраивается, видимо, эта цепочка, да. Мы еще слово ясли не произносили, да, сегодня. Ну, скажем так, детский сад, подготовитель, скажем, отделение к школе, потом школа. А в школе, естественно, есть два направления. Это высшеучебная как бы и, может быть, среднеспециальная тоже это развивается. Ну, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, выстраивается такая линейка, по которой человек может идти. Другое дело, скажите мне, пожалуйста, Марина Смановна, вы же все-таки директор гимназии. А если это правда работает, потому что, с другой стороны, ты пришел в сад, ты уже знаешь, что ты будешь в этой школе, ну, то есть выхода нет. Ты все время уже знаешь свою историю. А если я хочу в другую гимназию или в другую школу? Ну, мне как руководителю кажется, что это работает. Поскольку родители, придя единожды в комплекс, они с полутора лет, с яслей, привыкли к административной команде, привыкли к условиям, которые реализует данный комплекс. Они знают, что все последовательно. Требования единые между дошкольным отделением и школой. И при переходе с одного уровня на другой, родитель понимает, что руководитель тот же, команда та же, педагоги те же, воспитатели рядом, если что. То есть это комфортно, с одной стороны. Но, с другой стороны, всегда есть выбор. То есть если родитель четко понимает, что ему не нравятся условия, которые дальше после дошкольного отделения в школе будут преподнесены, они могут выбрать другое образовательное учреждение. То есть право выбора остается, потому что все-таки человеческий фактор. Но психологически для родителей это комфортно. Вот мы сейчас поговорим еще о конкретике. Ну такой маленький фрагмент в сторону. Сейчас много говорят о детском буллинге и так далее и тому подобное. Может быть, здесь тоже закладывается некое командное. Есть же индивидуальное развитие, есть командное развитие. Просто когда ты все время вместе с одной командой, она тебе нравится, тогда, наверное, и от этого вот такого негативного явления можно уйти. А если, наоборот, команда не состоялась, то тогда лучше, наверное, людей развести в разные стороны. Так же? Ну, как вариант. Психологически так же. Психологически, да. То есть можно попробовать другую среду развития, никто не возбранять. Елена Михайловна, а родители заинтересованы вот в такой схеме? Ну, значит, садик, предшкольное образование, потом школа и так далее. Это очень удобно для родителей, даже в отношении того, что это происходит все в одном здании, в единой цепочке. Потому что, если взять даже те же доп. услуги, им никуда не нужно ходить. Все в шаговой доступности, все на месте, в детском саду. В детском саду доп. услуги, в детском саду образовательный процесс дошкольного образования, и в детском саду, ну, так скажем, подготовка, внедрение, адаптация начального звена к школе. Это очень комфортно, очень удобно и для родителей. Сегодняшняя ситуация, когда родители заняты сильно очень. Сильно, да. Да. Это, конечно, влияет... Дел много у нас, дел много. Влияет положительно. Хорошо. Ну и, Марина Смановна, значит, у нас есть несколько, так сказать, адресов, в которых мы сегодня поговорим в нашей программе. Вот речь идет о детском садике на улице 8 марта. Вот. У меня даже тут написано «оснащение». Звучит, как, знаете, как обычно, когда медики приходят, да, мы у них спрашиваем, каким оборудованием оснащены ваши там специализированные лаборатории. Что у вас там такого интересного? Ну, сад сам по себе интересный. Во-первых, интересен микрорайон, в котором он родился. Это новый совершенно район Люберец. И, соответственно, на сад, который появился в новом современном районе, возлагаются... Новые современные надежды. Да, надежды, согласна с вами. Новшество в оборудовании, 100%. А какое-то, особенно какое-то оборудование, столы, стулья, что ли? Столы, может быть, они особые, они регулируются под рост ребёночка. То есть ребёнок, придя в 2 года, усаживается за маленький столик. Придя в группу с 4 года, столик вырастает вместе с ним. Ну да. То есть столы стулья особые, они должны быть особые. Трансформеры. Мало того, что они по росту регулируются, они регулируются ещё и по компоновке. То есть это модульные столы, которые могут собираться в круг, в квадрат, в реугольничек, во что угодно, в зависимости от деятельности. И наряду с обычными игрушками, неваляшки, пирамидки, матрёшки к нам в сад... Неваляшки ещё есть. Есть, это обязательный компонент, это святое, это традиция, да. Наряду с традиционными нам привычными игрушками в сад приходят модульные игрушки, конструкторы, за счёт которых мы реализуем программы лего-конструирования и дополнительное образование для детей в рамках различных проектов национальных. Вот это конструирование, я так понимаю, вот я сейчас слушаю вас, пытаюсь вспомнить свой детский сад, стульчики и так далее, всё на свете. Вот это конструирование, то есть правильно понимаешь, что ведь уже здесь закладывается такое, как мы говорим сегодня, комплексное развитие, да? Да, 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 совершенно верно. Хочешь, не хочешь, там, я помню, надо пытаться нарисовать что-то. Да. Потом мы смотрим, этот любит рисовать, этот любит лепить, этот любит конструировать, да, что там всё время... Да. Это так работает. Так работает, совершенно верно. А кто за этим должен следить? Кто должен, скажем, ну, есть как руководитель группы, да, руководитель этого детского учреждения. Как происходит вычисление? О, у Миши больше конструкторский. Будем, значит, ему конструктор подкладывать лучше. Процесс воспитательный сопровождают специалисты, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, которые на дополнительном образовании смотрят на каждого ребёночка с позиции, что он сегодня слепил и почему он эту краску взял на ИЗО, предположим. И психолог составляет портрет ребёночка. И здесь, опять-таки, начнёт работать тот самый комплекс. То есть из выпускной группы психологическая характеристика малыша, шестилеточки, в первый класс придёт полная. То есть штат укомплектован таким образом, что в штатном расписании всегда есть психолог, есть логопед и дефектолог. Ну, сейчас, например, психолог ведёт детей вплоть до выпуска из высшего учебного заведения. Да. Ну, это важно. Да? А почему психолог важен? Ну, потому что ситуации разные. И начиная с утреннего прихода в детский сад, да, настроение ребёнка, тоже нужно понимать, что случилось, почему плачет, почему плохое настроение. Или же он придёт радостно и довольный, расскажет приятную, хорошую историю о том, что у него какие-то приятные новости есть, конечно. Но, с другой стороны, мы же понимаем, опять немножко философию, а жизнь-то потом может быть совсем немножечко иной, всю жизнь-то с психологом-то не побудешь. Вырабатывается ли вот в детском садике при вот таком контроле, когда мы смотрим за всем, за всем, чтобы не упал, чтобы вовремя поел, про питание мы даже ещё не говорили, но это понятно. Вырабатываются какие-то персональные навыки, когда человек потом уже вырастет, вырастет и останется один, ну, перед своим большим выбором? Конечно. У нас по федеральной образовательной программе дошкольного образования есть единое требование, то, что при выходе из дошкольного образовательного учреждения мы выпускаем социально развитую личность. И все непосредственно образовательные процессы, которые проходят в течение дня, недели, они охвачены той нагрузкой и тематикой, которая позволяет детям развиваться в том психоэмоциональном состоянии, в котором они будут проживать за дня в день, быть готовы к тем или иным трудностям, с которыми придётся столкнуться. Конечно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Во второй части попрошу Елену Михайловну доложить нам об открытии новых садов, что она там пришла, у неё целый список. И, кстати, я должен сказать, что здесь, в этой студии, представители образования и наши депутаты, в общем-то, практически все основные направления, я имею в виду, деятельности в городском округе Грюберце, слово «детский сад» мы слышим всё время. Кто-то должен обратиться, чтобы помогли устроить. Очереди вроде бы сейчас уже нет, вы сейчас расскажете во втором тайме нашего разговора. Кто-то хочет детский сад именно в этот, потому что кто-то ему сказал, что там лучше. И так далее. Поэтому эта тема постоянно звучит, в том числе, в нашей программе «Открытый диалог», в которой мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Замечательный разговор у нас сегодня о детских садах, потому что это наше будущее. Те, кто смотрит нашу программу, во-первых, могут вспомнить себя в детском саду. Это тоже, говорят, иногда приятно. Ну и, конечно же, дети, внуки, возможное появление детей. Кстати, заранее люди уже планируют, особенно в новых больших жилых комплексах, которые строятся в том числе и в городском округе Люберцы, выбрать так, чтобы детский сад рядом был, школа, какие-то медицинские учреждения. Но сегодня говорим о детских садах. У нас в студии Елена Михайловна Борисова, заместитель директора Центра развития образования городского округа Люберцы и Марина Усмановна Худоярова, директор гимназии номер 24 городского округа Люберцы. Елена Михайловна, ну доложите нам-то, какие детские сады открылись в ближайшее время в округе? Один, два, три? За прошлый учебный год, да, к концу, даже не учебный год, к концу 23-го года у нас открылось три дошкольных отделения. Это инженерно-технологические лицеи, 41-й гимназия и еще одно дошкольное отделение на 8 марта. Ну и в этом году планируется открытие шести дошкольных отделений. Шести? Да, вот уже у Марина Усмановна одно из них открыто. Так, итого получается практически за неполный год уже десяток будет, да? Практически, да. Это вы говорили о том, что это программа региональная, да? Да, демография. Да, демография. Расскажите немножко о ней. То есть я имею в виду не о самой программе, то есть почему так вот решили именно на этом сконцентрироваться? То есть слово демография подразумевает сделать так, чтобы люди с удовольствием рожали, с удовольствием шли в детский сад, в дошкольные учреждения, а потом в школу, верно? Ну, конечно, это единая цепочка развития, в принципе, человека, да? Он должен пройти все ступени развития образования. Образование. Начинается это все с детского сада. Ну, и такое количество открытий дошкольных отделений, да и даже и школ. Это идет запрос общественности, потому что детишек много, и все хотят попасть в детские сады, в школы. Хорошие, в современные. В современные, обустроенные и оснащенные. Ну вот 14 марта, да, открылся детский сад на улице 8 марта. Вот, то есть, фактически, весеннее такое настроение. А вот что значит он открылся? Это откуда-то детишек перевезли? Они же где-то уже были, или прям впервые они пришли? Они какие-то дети пришли впервые, какие-то уже посещали дошкольные отделения, и они, безусловно, перевелись в это учреждение по данному адресу, потому что удобно проживают рядом. Хорошо. А какие еще стандарты есть? Вот помимо, ну, скажем, детского сада, школа, какие-то, может быть, еще программы. Мы слышали сейчас о трудовых каких-то проектах, которые потом дальше идут. Ведь это все звенья одной цепи. То есть в детском саду можно уже прикинуть, ага, вот то, что к конструктору. Раз мальчик занимается, кстати, может быть, и девочка. Значит, она что-то конструирует, вот она, может быть, самолеты потом будет делать. Мы планировали, мы хотели внедрить, но пока все-таки, посмотрев на наших детей, это рановато в дошкольном детстве давать раннюю профориентацию. Мы можем ориентировочно посмотреть и выявить у них те или иные позывы к направлениям инженерные или художественные. В школе это более явно выражается, да, к концу восьмого класса они идут у нас по направлениям предпрофклассы, ну, а десятый, одиннадцатый – это непосредственно те направления, где они выбирают гуманитарные или медицинские классы по тому направлению в те вузы, которые они будут поступать. Марина Османовна, скажите, школа у нас, лицей – это всегда такой сложный вопрос. Вот. Есть ощущение, что каждый новый набор, набор в детский сад, там, в дошкольное учреждение, потом в школу, вот он не такой, как предыдущий. Понятно, что, ну, тема отцов и детей здесь в данном случае не работает, потому что мы говорим на профессиональном языке, но есть какие-то отличия. Дети стали более энергичнее, динамичнее, требуют какого-то, ну, другого внимания. Или, в общем-то, в среднем более-менее всё традиционно? Ну, наряду с традиционностью есть классические дети, да, они хорошие, может быть, сочетания классические. Но в большей части каждый набор, конечно, отличается от предыдущего. Отличается в силу того, что меняются условия среды. Дети видят тот прогресс, который идёт в окружающей среде, и, конечно, они другие. И требуют его, чтобы он был здесь же. Сейчас требования к педагогу от родителей, от детей идут такие, чтобы педагог был современным, чтобы он развивался вместе с ребёнком, чтобы ребёнку с ним было интересно. Сейчас очень редко встречаются комфортные отношения между родителями и детьми. Вот именно гармоничная классическая семья. Поэтому здесь педагог должен выступать в помощь этой семье. Он посредник такой, да, своеобразный? И наша задача педагогическая – сформировать гармонию в семье, чтобы ребёночек, приходя из школы, делился тем, что он приобрёл, и родители понимали, да, это классно. Школа развивает, детский сад развивает. Конечно, другое поколение каждый год мы получаем, но педагоги стремятся к развитию. И очень хочется, чтобы мы соответствовали тому обществу, в котором развиваются. Ну да, и общество меняется. И вот вопрос к Елене Михайловне, потому что прозвучала тема педагогов. Это не только, наверное, педагоги, это весь такой, скажем, в хорошем смысле обслуживающий персонал и в детском садике, от нянечек до учителей в школе и до преподавателей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что если там что-то не так произошло, не то чего-то человек, не совсем профессионал, это может не только на психике ребенка, но, в общем-то, на жизни человека потом сказаться. Кто работает сегодня? Кто выбирает этих нянечек? Кто выбирает воспитателей детских садов? Существует ли какая-то программа, отсев? Ну, смотрите, безусловно, все трудоустройство проходит через руки руководителя. Нежные руки руководителя. Потому что каждый руководитель знает, какой коллектив, какой характер у каждого из своего сотрудника. И, безусловно, подбираются все сотрудники, все педагоги только с педагогическим образованием. И, конечно, знание всех тонкостей психологии детской, будь то дошкольной или же школьной, и, конечно, знание законодательства. Ну, я так понимаю, что дается какое-то время для притирки, и вы внимательно следите за тем, когда человек работает. Естественно, да. А есть вот талантливые ребята? Почему? Я объясню. Ну, не секрет, что многие считают, что, ну, вот, там, пошел человек математиком стал, я не знаю, там, спортсменом даже. Вот. Педагог, ну, что там, господи? Вроде как кто-то из школы вышел, потом опять пошел, опять в школу возвращается. Ну, есть такое отношение, об этом и президент говорил, и многие другие руководители, что нужно повышать, как бы, престижность этой профессии, потому что педагог – это не только учитель, но это еще и воспитатель. Вот сколько вам нужно времени, чтобы определить, наш человек или не наш человек? Ну, я, наверное, не имею права говорить, что мне нужно время. Время показывает результаты детей. То есть педагог, приходя в школу, через год, через два не может сказать, что он яркий педагог. Есть, конечно, изюминки, которые прямо с первого дня покоряют вершины. Есть такие, безусловно. Да, да, да. Прямо с этим родился, как говорят. Но чтобы педагогу стать мастером своего дела, хорошим, продуктивным педагогом, он должен пройти цикл от начала программы до ее конца. То есть если это педагог старшей школы, то с пятого по одиннадцатый класс. Вот пока он программу на себе не попробует, пока не научится сам вместе с детьми реализовывать то, что в программе, в стандарте написано, он не состоится как педагог. Но я так понимаю, что какое-то повышение квалификации все время идет, уроки открытые всякие. Сейчас реализуется очень хорошая программа наставничества. То есть педагог, приходя в школу, всегда может рассчитывать на помощь коллег, которые работают рядом. И сейчас система аттестации педагога немножко скорректирована. Сейчас педагоги аттестуются как педагог-наставник. То есть тот педагог, который себя зарекомендовал, он может взять под свое крылышко молодых, тех, которым надо помочь, тех, которых мы хотим вырастить. И сейчас, в период острой нехватки, может быть, хороших педагогов, существует проект, который реализуется в школах, педагогический класс. То есть мы со школы начинаем выпускать этих детей. Уже заранее, да? Вот тут еще к Елене Михайловне такой вопрос. Мы же прекрасно понимаем, что даже в своей собственной жизни есть учителя, которых мы всю жизнь помним. Причем помним не специально, как бы, да, вот они на всю жизнь отпечатались. Причем два варианта, как любимые, так и, ну, может быть, не очень. Вот. А есть, которые, как бы, вроде бы их и не было. То есть те, кто не оставили никакого следа в тебе и даже не привели любовь к предмету. То есть вот я почему и говорю, что это такой ответственный подход. И, наверное, тут важно и чтобы изюминку найти, но и чтобы тот человек, который все-таки не... Лучше его убрать. Смотрите, у нас в городском округе Люберцы есть центр развития образования, который является большой опорой и помощью для всех образовательных учреждений. Поэтому, когда приходят молодые педагоги, педагоги-наставники, педагоги, у которых есть какие-то вопросы или дефициты в своем направлении, в работе, мы оказываем всю возможную помощь. И курс повышения квалификаций, различные мероприятия регионального, областного, муниципального уровня. То есть здесь педагогам оказывается весь спектр необходимой помощи, в которой они нуждаются. И также центр развития образования вошел в реестр федеральных центров, потому что у нас по Российской Федерации где-то в районе тысячи, не более того, которые могут официально оказывать методическую помощь на государственном уровне. Ну и я так понимаю, что, конечно же, тема, скажем, открытия новых детских садов она по-прежнему стоит. Вот как возникает эта идея? Есть какая-то связь, там собираются что-то строить, или увеличивается число населения? Здесь нужна школа. Как это решается? Ну, у нас же очень много проходит встреч. Виктория Юрьевна, заместитель главы начальника управления образования, она очень плотно взаимодействует с общественностью, общается с родителями, организовывает встречи, и, безусловно, в процессе данных встреч возникают вопросы по либо же нехватке мест, либо же переводу ребенка с одного учреждения в другой. И по динамике, по анализу данных встреч, безусловно, уже выявляется результат того или иного момента. Нужно строить нам новое учреждение, или же перевести ребенка более ближе к дому. Ну что ж, вот так мы поговорили, тихо, спокойно, мило, как, в общем-то, наверное, должно идти. Почему? Потому что здесь очень важно дать правильную динамику, потому что ребенок, он еще, ну, в общем-то, в детском садике, по большому счету, что хочет, то и делает, на каком-то этапе. Потом, конечно, мы хотим его направить уже в нужное русло. Спасибо, что пришли. Последнее, что хотелось бы, вы можете сказать один такой вопрос, обращаясь к тем людям, которые, их немного, но они есть, которые почему-то не отдают детей в детский сад. Почему желательно сегодня все-таки ребенка отдать в детский сад? Как вы считаете? Ребенок в дошкольном детстве должен наиграться. Вот. Ну и, безусловно, пройти тот этап социализации, адаптации, который необходим ему для того, чтобы по поступлению в школу, да, по приходу в школу быть социально развитым и понимать общий коллектив, в котором он будет находиться на протяжении 9 или 11 лет. Ваше мнение? Ну, а мне, как руководителю, кажется, что ребенок в саду становится чуточку счастливее, потому что мы знаем, что у некоторых детей есть любовь с детского сада, у некоторых детей есть дружба с детского сада. Да, кстати, такое, да, мы этого не коснулись. Это очень важно. То есть ребеночек с 3 лет, с 1,5 лет учится взаимодействовать, взаимодействовать с тем, кто равный ему, с тем, кто постарше. Это важно. То есть это всестороннее развитие. Ребенку должно быть комфортно в той среде, в которой он живет. И родителю должно быть комфортно. Он должен быть психологически готов к тому, что ребенок так или иначе повзрослеет и будет жить самостоятельно. Этому надо научиться. Ну вот будем надеяться на то, что так оно и будет. Тем более, что нам сегодня рассказывали об этом замечательный Елена Михайловна Борисова, заместитель директора Центра развития и образования городского круга Люберцы, а также Марина Усмановна Худаярова, директора гимназии номер 24 городского круга Люберцы. Вам успехов. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания.